Валерий Седов Четвертую вакцину от коронавируса запустят в оборот в России. Соответствующее распоряжение дал президент страны. Владимир Путин сказал, что скоро в гражданский оборот поступит четвертая вакцина против коронавирусной инфекции. Далее цитата. О каком именно препарате идет речь, глава государства не уточнял. В Рязани за сутки коронавирусной инфекцией заразилось 45 человек. 53 выздоровели. Всего заболевших на данный момент 28 613. Каждый должен следить за близлежащей территорией. Администрация, управляющая организацией ТСЖ. Касается это и так называемых хозяйствующих субъектов. Магазинов, частных клиник и других организаций. А уж наводят ли они порядок на своей территории, вот вопрос. Улица Пугачева. Район, известный как поселок Шлаковый. К сожалению, не отличается опрятностью и чистотой. Мусор возле магазинов, на обочинах дорог, развороченные парковки. Все это выглядит, будто мы находимся вовсе не в современном крупном городе. Жду тем благоустройство и чистота городского пространства, особенно в спальных районах, комплексная задача, которая требует консолидации усилий власти, жителей и организаций. Порядок на дворовых территориях и площадках перед торговыми центрами, магазинами, кафе, задачи управляющих компанией в первом случае и хозяев заведений во втором. В рамках поручения губернатора Рязанской области, главы администрации города Рязани и возложенных полномочий на работников муниципального казенного учреждения управления по делам территории города Рязани, проводим комплекс мероприятий, направленных на повышение благоустройства территории города. Эти мероприятия у нас складываются из разных контрольных мероприятий в плане контроля за соблюдением правил благоустройства этой прилегающей территории. Кроме того, префекты проводят работу по привлечению организации к добровольному участию в благоустройстве города. Например, крупный торговый центр на Московском шоссе ответственно подходит к своей роли в жизни общества. Здесь высажен газон и саженцы деревьев вдоль дорог. Мы стараемся активно участвовать в жизни нашего родного города Рязань. И для нас важно, чтобы прилегающая территория, территория, прилегающая к нашей клинике, была благоустроена. Поэтому мы постарались сделать красивый, уютный мини-сквер на радость всем рязанцам. Такое взаимодействие бизнеса и города, как мы видим, дает прекрасные плоды. Мы с вами находимся на одном из старейших перекрестков города Рязани, перекрестков улиц Дзержинского и Гагарина. Все вы знаете, что здесь уже много лет существует так называемый в народе торговый центр «Десяточка». Сегодня здесь разбит небольшой сквер. Вообще, нам он очень нравится. Очень приятно, что предприниматели по собственной инициативе, без какого-то давления, без какого-то приказа, решили благоустроить территорию, которая прилегает к данному медицинскому центру. Пример того, как бизнес сотрудничает с городом и благоустраивает пространство общего пользования – всем известная улица Мюнстерская или Лыбецкий бульвар. Гостиничный, ресторанный комплекс, известный как Старый город, уже много лет поддерживает территорию вокруг себя в прекрасном виде. По инициативе главы администрации города Рязани Сорокина Елена Борисовна, мы обратились ко всем, ну не ко всем, то есть к большинству руководителей организации, с тем, чтобы они приняли участие в благоустройстве своей и прилегающей территории, ну в том числе и к руководству Старый город. Старый город с удовольствием откликнулся на нашу просьбу. Они, вот мы видим здесь, что они высадили кустарник совсем недавно. Значит, сегодня-завтра запланирована раскатка рулонного газона. Потом с противоположной стороны, где вот аттракционы, они обустроили пешеходную дорожку. Казалось бы, обычное дело – облагородить территорию рядом с собой. Но, к сожалению, на практике многие организации, да и простые горожане, сами относятся к своему городу вовсе не бережно. Примеров прекрасного сотрудничества и взаимодействия все больше. Люди проявляют инициативу, бизнесмены стараются сделать территорию возле своих организаций чище и приятнее, ведь только вместе мы сможем сделать город лучше. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Развитие современного общества невозможно без научных достижений, воплощенных в новейших технологиях. Это одна из важнейших составляющих национального богатства страны, мощный ресурс экономических преобразований, эффективный инструмент повышения качества жизни людей, заявил глава региона Николай Любимов на открытии торжественной церемонии вручения наград премии имени Владимира Уткина. Церемония особенная. В прошлом году из-за эпидемиологических условий вручения не состоялось. Поэтому сегодня награждали лауреатов по итогам сразу двух лет. Участник Великой Отечественной войны, выдающийся ученый Владимир Уткин всю свою жизнь посвятил служению Родине. Масштабный проект «Интеркосмос» начинался с его участия. Владимир Федорович внес вклад в разработку программ экспериментов и прикладных исследований на борту МКС. Друзья, Владимир Федорович Уткин умел находить наиболее эффективные решения при минимальных ресурсно-временных затратах. Сегодня этот принцип актуален как никогда. В послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию много внимания в земной экономике, необходимости внедрения новейших технологий. Именно это является основой для роста благополучия и социального комфорта людей. Сегодняшним студентам Рязанского университета, радиоуниверситета, предстоит включиться в эту работу уже в самые ближайшие перспективы. Открытие бюста выдающегося ученого в радиотехническом вузе – старт мероприятий, ведущих к празднованию столетия ученого. По сей день живо его дело и свидетели великого ума. Чтение памяти таких людей – это, вообще говоря, наш долг. Может быть, я постарше основной массы присутствующих и молодым имею право давать советы. Но когда директор музея в Кремле захотел его портрет повесить при жизни в галерее от выдающихся людей, это было очень серьезное признание. Он очень растрогался. Радиотехнический университет до сих пор несет знамя ученого. Сотрудники, преподаватели пытаются заложить нынешним студентам основной принцип, завещанный Уткиным. Владимир Федорович является представителем той замечательной плеяды российских, советских инженеров, ученых, разработчиков, которые всей своей жизнью, всем своим опытом, своими усилиями показали, насколько важны для страны люди, умеющие доводить до конца технические разработки, создавать новое, рисковать. Именем Владимира Уткина названа ежегодная премия Рязанской области по науке и технике. Ее присуждают за создание и внедрение принципиально новых технологий, техник, приборов и материалов производства. В связи с эпидемиологической обстановкой награждение лауреатов по итогам 2019 года перенеслось. И сегодня наградили сразу шестерых победителей. Среди них завод Красное Знамя, Форд, РГРТУ, а также приборный завод. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, селекомпания «Город». Много денег из ничего. Так решили двое московских подростков. Они приехали в Рязань и стали делать фальшивые купюры. Продолжение далее. На этом столе 310 тысяч рублей. И все они фальшивые. Расплачивались ими в кондитерских магазинах. И продавцы обратили внимание, что эти красные купюры могут оказаться фальшивыми. Такими деньгами расплачивались ребята, которые покупали только булочку и кофе. с собой. Приметы подозрительных покупателей передали в полицию. Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМД России по Рязанской области при содействии сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по информации местных жителей задержали двоих подозреваемых в сбыте поддельных пятитысячных купюр. 62 купюры изготовили двое москвичей 21 и 27 лет. В Рязань они приехали как раз с целью их сбыта. Познакомились ребята в местах не столь отдаленных. Один сидел за кражу, другой как раз за фальшивомонечество. Там они и договорились, что как выйдут, то организуют свой бизнес. Работу бизнеса пресекла полиция. За что задержаны? Статья 186, часть 1. В большевомонечестве у меня куча была пятитысячных купюр. Ранее судимы? Да. В какой статье? За то же самое, 186, часть 1. Москвичи сбыли только 8 купюр, 3 через кондитерские и на 5 купили смартфон через объявление. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кода с Российской Федерации о сбытии и хранении в целях сбыта поддельных денег. За что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас оперативники выясняют происхождение поддельных банкнот и все звенья цепи их реализации. Валерий Седов, телекомпания «Город». Перевод госуслуг в проактивный формат – тренд сегодняшнего времени. Это означает, что услуги людям предоставляются автоматически, без заявлений и документов. Олеся Котровская расскажет, какие из них можно получить в пенсионном фонде. Маткапитал, назначение социальных выплат, регистрация детей в системе обязательного пенсионного страхования сегодня предоставляются в проактивном режиме. Если говорить о материнском капитале, то сами сертификаты с прошлого года выдаются гражданам в проактивном режиме. На основании сведений регистра ЗАГС, органы пенсионного фонда, оформляют сертификаты на новорожденных детей, сведения которых посылаются в личные кабинеты родителей на сайте государственных услуг, а также в личный кабинет Пенсионного фонда Российской Федерации на официальном сайте. Социальные выплаты федеральным льготникам, которых сейчас более 230 тысяч, оформляются в том же режиме. На 10-й день после признания человека инвалидом, это самая большая категория федеральных льготников, Пенсионный фонд в проактивном режиме оформляет эти выплаты. Для получения достаточно просто обратиться с заявлением о выборе способа доставки через банк, кредитную организацию, либо через Почту России, аналогично с выплатой и доставкой пенсии. В проактивном формате оформляется снил с новорожденным детям. Если у человека нет компьютера или интернета, то он может обратиться в Пенсионный фонд лично за выпиской о состоянии индивидуального счета, в котором содержится информация о номере и прочих реквизитах. Олеся Котрувская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 18 мая в Мире культуры отмечают Всемирный день музеев. В Рязани их 42 и еще больше по области. Но сегодня поговорим только об одном – художественном. Его история началась больше ста лет назад. Тогда в здании бывшей мужской гимназии появилась самая первая экспозиция. Больше чем за век, там выставлялись только оригиналы, среди которых редчайшие работы Коровина, Айвазовского и Серова. Дорога в тысячу верст начинается с маленького шага. Пословица, применимая к Рязанскому художественному музею имени Пожалостина, который появился в период так называемого музейного бума. Но путь становления его был особенным. Ведь большинство крупных галерей – Третьяковка, Русский музей – существуют благодаря положенным в основу частным коллекциям крупных меценатов. А вот Рязанский художественный музей – вклад многих людей. Их имена, кстати, увековечены на мраморной табличке, расположенной у главной лестницы. А в самом названии музея – имя Ивана Пожалостина, знаменитого графика. Помимо работ известных московских живописцев, в коллекцию музея были переданы дочерми Ивана Петровича Пожалостина 21 наименование его гравюр, рисунков, в том числе ранних студенческих работ, которые делал будущий художник в Академии художеств. Это рисунки натурщиков. Ну и, конечно же, его лучшие гравюры, которые были удостоены многих наград. За гравюру «Несение креста» Пожалостин был удостоен звания академика. Самой первой картиной в коллекции считают полотно «Иконописец». Среди подаренных той далекой экспозицией картин также «Сад. Весна». Традиции московской живописи и импрессионизма веют с этого полотна. Когда музей в сотни раз превысил количество первоначальных экспонатов, является центром экспозиции начала 20 века. Василий Мешков, картина «Вечерний звон», одна из первых подаренных музею автором. Несколько произведений до сих пор составляют гордость и славу нашей коллекции, в том числе и картина московского художника, исторического живописца Клавдия Лебедева «Иконописец», которая в наших интернезаписях значится под номером один. С этой картины и началась будущая коллекция музея. А эта картина, хотя и спрятана от глаз людей, любима постоянными зрителями. Сюжет раннего пробуждения природы, реализм и магия живописи исходят от нее. Она тоже была одной из первых в коллекции. Выставка 1905 года, самая первая, состояла из 70 картин. Теперь в фондах музея 12 тысяч подлинников, 700 из них в постоянной экспозиции. В юбилейный для экспозиции год музей временно закрыт на карантин, но существует возможность посетить виртуальную экспозицию. Марина Комиссарова, Игорь Клотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова